добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры возможно гости нашего сегодняшнего вебинара если меня слышно видно поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате слышно видно отлично итак друзья у нас сегодня с вами вебинар по теме презентации компании skyway капитал долго ваше внимание задерживать не буду постараюсь кратко дать информацию цель подобных мероприятий дать информацию тем людям которым может быть интересно наши технологии может быть интересна тема инвестиций может быть интересна тема скажем так приложение собственных усилий вот реализация самого себя и много чего еще то есть данный проект он позволяет по сути дела абсолютно любому человеку даже сделал акцент людям с ограниченной возможностью передвижения до принять активно участие в реализации технологии которую нас с вами сегодня пойдет речь ну и при этом заработать серьезные деньги сейчас и в процессе скажем так строительство данных дорог в целом ряде регионов мира и получение денег в виде дивидендов на те вложения которые сегодня может сделать абсолютно любой человек вебинар будет состоять из двух частей первая часть кратко будет рассказано о технологии skyway потому что скажем так более подробную информацию технологии у нас рассказывают на вебинарах по средам технологические вебинары да то есть они у нас бывают четыре раза в среду 4 вебинара 2 для новичков 2 для 2 а для скажем так закрепление материала для тех людей кто уже стали инвесторами либо кто-то уже слышал эту информацию у нас подробного технологии рассказывать александр манка по воскресеньям вот и по понедельникам как правило два раза в день точно также александр манка рассказывает о технологии skyway о мире инноваций умели скажем так науки и техники и рассказать о технологии сравнении скажем так с теми технологиями которые мы используем на сегодняшний день с вами в повседневной жизни вот то есть все это у нас есть у нас есть целая череда вебинаров которые вы можете посещать у нас проводятся встречи живые в целом ряде городов и буквально 2 мая была рассылка по адресам электронной почты наших партнеров в каком городе в какое время кто будет проводить презентации до живые туда вы можете приглашать своих партнеров точно так же как и на вебинары которые проводим мы и так вебинар состоит из двух частей первая часть кратко о технологии разработанной анатолий дарчим ленинским вторая часть информация о предложении компании skyway капитал и давайте с вами сразу начнем двигаться по информации прежде чем кратко рассказать о технологии четыре важных момента которые нельзя пройти мимо компания skyway капитал работает на рынке инвестиций немногим более года да она зарегистрирована великобритании номер регистрационного свидетельства вы видите на слайде компания является официальным партнером группы компании skyway и занимается привлечением инвестиций для реализации новой инновационной транспортной технологии называемой небесной дороги либо струнной технологии юницкого да то есть своей деятельностью мы способствуем введению на мировой транспортный рынок нового инновационного вида транспорта и что очень важно мы переняли опыт корневой компании rsv system по привлечению инвестиций до методика платформа на которой мы эти инвестиции привлекаем называется крауд инвестинг либо народное инвестирование цель привлечения инвестиций это строительство сертификационно-демонстрационного участка на котором будут продемонстрирован данный транспорт уже в этом году в планах нашей компании это сделать до сертифицирован будет этот транспорт и уже скажем так по мере того что мы сделаем будем выходить на мировой транспортный рынок будут заключаться договора на строительство дорог разных уголках земного шара то есть технологии начнет использоваться соответственно те люди которые сегодня приложили усилий стали инвесторами нашем проекте недалеком будущем будут получать прибыль виде дивидендов от той прибыли который будет приносить построенной дороге человек который является виновником всего того что происходит положительном смысле слова вы сейчас видите на слайде возможно кто-то из вас то есть сегодня в вебинарной комнате видели его живьем либо на одной из конференций которые проходили в четырнадцать пятнадцатом году либо может быть даже кто-то из вас был на последнем экофестивале который проходил 23 24 числа апреля месяца в городе минске в минской области потому что было два дня на высоком уровне был проведен так было проведено данное мероприятие первый день было более 700 человек во второй день тоже было более полу тысячи инвесторов до которые сидели в зале учились получали информацию подводили итоги что было проделано что предстоит нам сделать ближайшее время анатолий дар дача ницкий является белорусским российским советским еще ученым предпринимателем изобретателем за время разработки внедрения своей технологии он руководил двумя проектами организации обменных наций то есть данная структура выделяла денежные средства на основании экспертных оценок специалистов организации обменных наций в начале 80-х годов прошлого столетия он стал членом федерации космонавтики сср которая одна из первых признала струнной технологии и перспективность их использования в первую очередь на территории советского союза тогда было такое государство у него более 140 изобретений несколько десятков из которых сегодня применены на практике в целом ряде направлений развития промышленности нашей сельском хозяйстве у него 18 монографий более 200 различных научных работ и с большинством из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте инженера юницкого 3wunitsky.com у Анатолия Дарвича три высших образования первое из них это инженер транспорта второе образование патентное право изобретательства и третье высшее образование проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений прежде чем кратко рассказать об истории развития струнных технологий началось это все в конце 70-х годов прошлого столетия я вам хочу включить видеоролик который вам продемонстрирует что из себя представляет технология транснет то есть транснет это скажем так новый вид мировой паутины следующий шаг в развитии мировой паутины мировая паутина под названием интернет ну скажем так достаточно большому количеству людей уже сегодня известно не является диковинкой благодаря только одной технологии до интернета у нас появилось огромное количество высоко квалифицированных рабочих мест если брать весь мир до появилось огромное количество новых устройств которые позволяют людям скажем так экономить время при обучении потому что можно обучаться на расстоянии то есть в данное мероприятие которое проходит он тоже нам позволяет с вами общаться хотя мы находимся с вами в разных городах до дальше данной технологии под названием интернет позволяет людям приобретать какие-либо товары услуги не выходя из дома переводить денежные средства считанные секунды я думаю кто то из вас наверняка еще помните самые почтовые денежные переводы телеграфные переводы да которые мы делали там буквально двадцать лет назад нужно было идти либо на почту либо идти в банк и так далее так далее сегодня появилось огромное количество электронных платежных систем где вы можете не выходя из дома нажатием двух-трех кнопок отправить деньги со своего счета на счета тех людей которым вы хотите их отправить и точно так же вы можете получить это все позволяет нам технологии интернет транснет это новый вид мировой паутины который себя впитает все преимущества развития интернет технологий айти технологии только это еще паутина перевозки и перемещения грузов и людей то есть это следующий шаг развитие транспортных систем и именно об этом будет сейчас ролик который продемонстрирует что если представляет данной технологии и преимущества по сравнению с теми технологиями которые мы с вами используем ежедневно это короткий ролик двухминутные дальше будем двигаться по информации транспортные пути живительные артерии современного мира кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться представьте себе быструю экологически чистую транспортную систему для строительства который потребуется в десятки раз меньше материалов земли средств чем для классических дорог в мире нет аналогов этой системы хотя все ее элементы известны и используются сегодня традиционно транспортной системы не оптимальны и не отвечает требования времени к идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа основа транснета жестко струнного рельса по своей сути мостовой ванты струна зашита в балку жесткости становится легкой но необычайно прочной путевой структурой транснет изобретение юницкого признанная в научном мире и проверенные годами испытаний за патентованной технологии это коммуникационная система из трех составляющих специальная путевая структура установленная на опорах подвижной состав на стальных колесах инфраструктура транспортная энергетическая и информационная расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии а также для обеспечения высокого уровня безопасности транснет очень простая и универсальная система спектр ее применения практически не ограничен технологии транснет эффективны в самых разных отраслях экономики при разработке месторождений при транспортировке грузов в труднодоступных и мало освоенных районах севера россии транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт итак друзья вот такая технология до который действительно сегодняшний день нигде не была применена то есть это разработки натуре драчевницкого и она в корне отличается от всего того что мы с вами имеем на сегодняшний день мы имеем 4 транспортные системы которые используются людьми до ежедневно это автомобильный транспорт железнодорожный транспорт в это водный транспорт речной и морской и авиационный транспорт вертолета самолета да то есть авиация ближняя скажем так авиация средняя дальность и дальняя авиация то что мы используем сегодняшний вот каждый из этих видов транспорта каждый из этих транспортных систем имеет свои преимущества недостатки вот почти все они скажем так встают напрочь когда у нас меняются какие-то погодные условия до очень сильно данное развитие транспортных систем зависит от климата то местности где прокладываются дороги которые перечислил да и от рельефа местности технология про которую вы сейчас смотрели ролик в принципе от этого практически не зависит никак это одно из главных преимуществ и так краткая история развития струнных технологий потому что струнные технологии это не только транспорт хотя мы в основном говорим именно о нем да это строительство мостов по струнным технологиям взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов строительство струнных портов которые позволяют выносить скажем так сами порты в акваторию океана от береговой линии до расстояния там полу километра километра что значительно удешевляет строительство портов и повышает эффективность скажем так их работы это строительство высотных зданий до по струнным технологиям и строительство зданий коттеджного типа для отдельной семьи то есть все это струнные технологии их разработал анатолий дарчуницкий и так этапы развития мы сегодня находимся на четвертом этапе развития струнных технологий первый этап был с конца 70-х годов по середину 90-х тогда была подана первая заявка на изобретение проведена первая научно-практическая конференция в белоруссии и по струнному транспорту в том числе потому что конференция называлась по внеракетному освоению космоса да именно тогда был получен первый грант советского фонда мира тогда было получено признание федерации космонавтики сср вот 95 по 2000 год был второй этап развития технологии разработанную низким он работал в санкт-петербурге большое количество времени там было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой форму подвижному составу да были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба на втором этапе развития технологии был получен первый грант организации объединенных наций по сути дела на бумаге отработано первое поколение технологий это как фанерный самолет братьев райд может быть немножко круче да третий этап был очень важен потому что на этом этапе у данной технологии узнал весь мир анатолий дарыч юницкого благодаря содействию в первую очередь александр лебедя губернатора красноярского края на то время появился свой собственный тестовый полигон либо сертификационный демонстрационный участок и на этом участке было проведено скажем так большое количество испытаний отработан целый ряд методик данный транспорт был продемонстрирован миру как я уже сказал на целом ряде телевизионных каналов как центральных так и региональных говорилось о струнном транспорте и в новостях и были тематические передачи печаталось в это время много о струнном транспорте да большое количество раз анатолий дарвич технологии принимал участие в различных форумах посвященных науке техники и транспортной отрасли в том числе да что еще хотелось бы отметить то что данный полигон в это время посещала большое количество различных комиссий целого ряда министерств и государственных структур в первую очередь российской федерации но не только до посещали международной делегации целого ряда стран из разных уголков земного шара то есть о данной технологии узнал весь мир во время существования полигона ну и чтобы не быть голословным да говорится просто мои заявления громогласные которые сейчас озвучил я хочу продемонстрировать короткий ролик двухминутный который вам расскажет о том что данная технология струнной технологии технологии юнистского да была продемонстрирована миру о том что проходили испытания были отработаны методики и было получено большое количество экспертных оценок и заключений во время существования полигона в подмосковном городе озера мало того были заключены государственные контракты на строительство дорог целом ряде регионов российской федерации это был третий этап развития технологии как я говорил второй грант организации уненных наций был получен именно в что еще хотелось бы отметить то что данная скажем так технологии была представлена президенту российской федерации в то время им был дмитрий анатольевич медведев то есть я об этом тоже вам немножко расскажу и покажу итак ролик о полигоне подмосковном городе озера планировали кстати построить дорогу от подмосковного города озера до москвы расстояние немногим более ста километров не совсем все сложилось так как мы хотели но тем не менее данный этап развития 3 до в развитии струнных технологий дал большой толчок к тому чтобы этот транспорт ближайшее время был и будет кстати да реализован внедрём нашу с вами жизнь и так ролик о полигоне в озерах об испытании 150 метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами внутри тонких рельс струн натянуты тросы под струны чтобы убедить в безопасности конструкции становится автор проекта анатолий юницкий первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель виктор крыженецкий на случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду кроме испытаний различных вариантов грузового и стою на полигоне в городе озера был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 15 1 10 и 1 5 все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель то есть точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнен многочисленные продувки модели воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире кстати одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров никакой террористический акт этой дороги не страшен опыты показали что если рухнет опора юнибус будет ехать по-прежнему его лишь немного покачнет струнная дорога это безопасный и комфортный транспорт заключение анатолий эдуардович поведал что и нашу страну готов опутать миллионами километров таких экологичных дорог они по его словам пройдут над горами лесами и зелеными холмами итак друзья этот ролик демонстрирует вам информацию о том что о технологии разработанной анатолий эдуардович именицким говорилось на телевизионных каналах как я говорю на центральных каналах вы видели да и ртр и tv6 и канал мир в общем целый ряд телевизионных каналов давал об этом информацию анатолий эдуардович приглашали в студии проходили тематические передачи видео кстати его струнных технологиях телевизионные передачи вы можете найти на том же сайте 3w1.com там есть раздел видеоматериалов и данная информация там отражена как я говорил это был третий этап развития технологии да именно на этом этапе в конце точнее развитие третьего этапа технология была продемонстрирована президенту страны на госсовете который проходил в ульяновской области губернатор ульяновской области рассказывал нашему президенту что из себя представляет технологии ну опять же для того чтобы вы убедились том что госсовет этот проходил кстати трансляция этого госсовета на котором присутствуют губернаторы всех скажем так местности до всех регионов российской федерации были на этом госсовете и этот госсовет транслировался в прямом эфире по каналу вести круглосуточный сейчас он называется россии 24 посмотрите это госсовет посмотрите на реакцию президента ну а потом я скажем так через какой-то короткий промежуток времени расскажу что эта история получила свое продолжение на выступление пожалуйста сначала слово губернатор ульяновской области пожалуйста сергей вам спасибо длина точно на мой взгляд нам надо не то не столько и не только догонять остальной мир мы сегодня об этом говорили уже здесь сколько обгонять его в принципиально новом направлении и я уверен о том что нашей стране сегодня нужна такая большая амбициозная сверх задачи на мой взгляд ей может стать транспорт нового поколения который может эксплуатироваться в любых условиях быть самым экономичным и экологически безопасным и я веду может быть для некоторых покажется достаточно странном виде транспорте но я хотел бы сказать о том что такие разработки у нас есть это струнный транспорт юницкого вопрос разработки по струнным технологиям мы как минимум на 15 лет опережаем запад струнный транспорт может стать новой формы развития общественного транспорта как внутри мегаполисов и крупных городов так и в сообщениях между ними я могу привести примеры экспертов при обеспечении расчетной скорости движения 350 километров в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки трасса москва-санкт-петербург работающий на струнном транспорте юницкого будет на 700 800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении при себестоимости перевозок перевозок до 350 рублей на пассажира а исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает и и их несущую способность ровность и долговечность покрытия безопасность взлетки и посадки самолетов экономия только вот на одной такой взлетно-посадочной полосе опять же как говорят эксперты составляет не менее 1 миллиарда рублей вот поэтому мы в ульяновской области приняли решение и создали буквально вот на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигоном сертификационных и демонстрационных трасс в перспективе мы будем строить в ульяновской городской трассу подвесного струнного транспортного юниц струнного транспорта юницкого я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам госсовета следующие пункты для правительства российской федерации рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий российской федерации включить вопрос разработки реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием федеральной целевой программы. Спасибо. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел, тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа, чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному, но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручения, и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете, и, так сказать, тогда всем свяду, керун. У нас, кстати, по струнному транспорту Юницкого есть стратегические партнеры. Мы, начиная со следующего года, начнем этим заниматься. По поводу этого... Итак, друзья, вы видели, да, то есть самый важный вопрос, который задал Медведев на данном госсовете, это было, найдете ли вы денежные средства для того, чтобы двигать данный проект. Так вот, ответ у нас сейчас готов, и об этом мы с вами поговорим немножко позже. Четвертый этап. Мы находимся сейчас на четвертом этапе. После того, как прошел госсовет, было принято решение выделить сумму порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии на территории Российской Федерации, в первую очередь в регионе Ульяновска. Но, к сожалению, в короткий промежуток времени данного полигона не стало. То есть, возможно, это была борьба государственных монополий из транспортной отрасли, но, к сожалению, Анатолию Дарвичу через месяц-два после этого госсовета нечего было уже продемонстрировать. Но важный момент, потому что он не опустил руки. У него уже был целый ряд соратников, с которыми он продвигал данную технологию. И он продолжал работу над совершенственной технологией Skyway и переговоры с людьми мира бизнеса и с чиновниками, с различным административным ресурсом не только Российской Федерации, но целого ряда государств. К сожалению, данные переговоры, как правило, заходили в тупик. И, устав от, скажем так, траты времени и бесполезных разговоров, Анатолий Дарвич принял решение оценить свою, скажем так, интеллектуальную собственность. Это было сделано независимыми европейскими компаниями и агентствами, которые имеют на эту лицензию. И интеллектуальная собственность Юницкого была оценена в 400 с лишним миллиардов долларов США. На основании данной оценки было зарегистрировано предприятие Великобритании в 2013 году. Но уставным капиталом являлась вот эта оценка интеллектуальной собственности. И было принято решение выбрать платформу краудинвестинга, предложить обычным людям, физическим лицам из разных стран мира принять участие в инвестировании в наш проект, то есть становиться собственниками технологии, потому что часть своей интеллектуальной собственности Анатолий Дарвич передает таким образом во владение людям, которые сегодня могут проинвестировать нашу технологию. И началось движение. В 2014 году в январе, в конце января, были сделаны первые инвестиции в наш проект. Те люди, которые пришли тогда, действительно, мы можем, скажем так, им только поклониться в ноги, снять перед ними шляпу, потому что они поверили, они приняли решение начать делать инвестиции, потому что показать им было особенно нечего, кроме, скажем так, вот таких же роликов, документов и так далее. Сейчас нам есть чем похвастать. И те люди, которые первые стали инвесторами в нашем проекте, они имели самый высокий уровень доходности по тем долям компаний, которые они приобрели. Итак, мы сегодня находимся на четвертом этапе развития технологий. И цель, кстати, привлечения инвестиций, как раз-таки строительство, сегодня это называется, экотехнопарка на территории Республики Беларусь. У нас выделен участок земли, где будут проходить демонстрационные работы, да, осенью первые начнутся этого года. Дальше будет произведена сертификация данных транспортных систем и уже выведение их на мировой транспортный рынок. На данном слайде вы видите небольшой перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигонов в подмосковном городе Озера. Их на самом деле гораздо больше, несколько десятков. И, в принципе, почти весь список вы можете найти непосредственно на сайте, опять же, www.unitsky.com. Здесь вы видите Гострой России, Министерство экономики и транспорта, да, и Российская инженерная академия, Организация обмененных наций, про которую мы с вами уже говорили. Как я говорил, что Анатолий Дарвич принимал участие вместе с технологией в целом ряде и международных, и внутрироссийских выставок, форумах, посвященных науке, технике и транспортной отрасли, да. И было получено за это время более 50 патентов на те ноу-хау, которые он использует в технологии. И на различных этих выставках, форумах, ярмарках было получено более 40 международных дипломов, наград, золотых медалей, кубков. И, как я говорю, что когда провожу презентацию, одна из этих наград смотрит на меня все время. Это премия «Золотая колесница». Дважды Анатолий Дарвич получал эту премию. Те люди, которые будут посещать наш московский офис, а это можно сделать, да, могут приехать и увидеть эту премию. Красивая, три лошади, вылитые из бронзы на постаменте. Итак, друзья, преимуществ у технологии, разработанной Анатолий Дарвич Юницкий, огромное множество по сравнению, скажем, по отношению к тем транспортным системам, которые мы имеем. По каждому из этих преимуществ, которые вы сейчас видите, да, выделены, скажем так, основные, их еще гораздо больше, Анатолий Дарвич, например, может рассказывать по несколько часов по каждому из них. Мы сейчас просто их перечислим. Это низкая себестоимость строительства и транспортной услуги. То есть, например, экономия по стали на одном километре участка, да, дороги Skyway, вот 500 до 750 тонн, если сравнивать с высокоскоростной железнодорожной магистралью. Вот, если говорить об оказании транспортной услуги, то простая тема, которая здесь тоже перекликается, да, то, что данной технологией всепогодна, ну, например, зима. А у нас в России, например, очень часто зимой выпадает снег, вы знаете, да. Вот для того, чтобы только снег этот убрать, выделяется огромное количество денежных средств, людских ресурсов и техники и так далее. Здесь же это всего будет не нужно совсем. То есть, мы не будем переживать за то, что идет сильный снег, потому что транспортные средства по технологии Skyway, бухтевой структуре будут совершенно спокойно передвигаться и в сильный снегопад, в сильный ливень, в туман, при сильном боковом ветре до ураганного, да, скорости этого бокового ветра, будет выдерживать землетрясение вплоть до 9 баллов, как заявляет генеральный конструктор. Такие явления природы, как неожиданный разлив рек после сильных дождей, половодие весной, да, данной дороге тоже будут не страшны, потому что она поднята над землей, и высота данной трассы может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров, если это городское, скажем так, исполнение дороги между высотными зданиями. Высокий уровень автоматизации. Землеотвод, необходимый для строительства дороги, в сотни раз меньше, чем для обычной автомобильной дороги. Высокие скоростные показатели, потому что транспорт будет передвигаться по дорогам Skyway, международный транспорт, междугородний, да, до 500 км в час скорость. Грузовой транспорт до 120, ну вот сейчас по статистике сравнение, например, грузы перемещаются по российским железным дорогам, это статистика самого РЖД, годичной давности, со скоростью 9 км в час с учетом погрузки и разгрузки. Вот вам скорость, скажем так, перевозки грузов по РЖД. Здесь будет до 120 км в час, и протяженность трассы может быть до 10 тысяч километров. Минимальные эксплуатационные расходы, мы об этом с вами кратко уже сказали, да, отсутствие вредных воздействий на природу, на экологию тех мест, где будут строиться трассы, на самого человека, который будет передвигаться внутри транспортного средства. То есть максимальный уровень комфорта, низкий уровень шума, низкий уровень вибрации, что позволяет как раз-таки данной технологии сделать. Конечно же, это экономия времени и финансовых затрат, как для людей, которые просто будут передвигаться внутри транспорта, так и для людей мира бизнеса, да, которые будут гораздо быстрее доставлять свои товары в разные уголки земного шара посредством данной технологии. Также, кстати, это очень выгодно будет, скажем так, компаниям, которые занимаются вырубкой каких-либо полезных ископаемых на каком-то месторождении. Они могут построить просто внутреннюю трассу, это сэкономит огромное количество их ресурсов, да, по вывозу этих полезных ископаемых, которые они разрабатывают. Ну и, конечно же, быстрой срок окупаемости дорог. То есть преимуществ очень много. Как я сказал, первые инвестиции в наш проект пришли в 2014 году, да, 2014 год был, скажем так, годом, наверное, становления все-таки, накопления сил. Очень важным этапом в 2014 году был целый ряд международных конференций, проходивших у нас в целом ряде регионов, да, и в мае месяце 2014 года у нас заработало научно-производственное предприятие в городе Минске, которое сегодня продолжает успешно свою работу, и там работает большое количество специалистов, трудящихся на реализации данной идеи. 2015 год стал ключевым и переломным, да, потому что именно в 2015 году определились окончательно с участком местности, где будет строиться эко-технопарк, сегодня это так называется, да. Вот. В феврале 2015 года наши конструкторы разработали первую схему по застройке участка в привязке к конкретному участку местности, да. В феврале же месяце, 24-го числа, прошла первая презентация компании Skyway Capital. В апреле-майе были проведены конструктивные переговоры с арабскими партнерами на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В июне месяце, 22-го числа, на аукционе, который состоялся в Беларуси, да, окончательно был закреплен участок местности площадью 36 гектар за компанией «Струнные технологии», которую руководит Анатолий Дародович Юницкий. 29-го числа была занесена запись в реестр, в регистр недвижимого имущества в Беларуси. В июле компания закончила свою реструктуризацию, мы перешли на работу с долларовыми пакетами, так как компания перерегистрировалась на территорию Британских Виржинских островов. В июле состоялся первый, скажем так, субботник на территории будущего экотехнопарка и в августе месяце началось строительство того, что сейчас строится на территории экотехнопарка, то есть там планируется построить городской участок, грузовой участок и в недалеком будущем высокоскоростной участок дороги Skyway. В сентябре нашей компании был получен так называемый код iSIN, это международный инвестиционный код ценной бумаги, процедура, которую проходят все публичные кампании, акции которых сегодня котируются на различных международных финансовых рынках. Также в сентябре очень важной вехой стал приезд австралийской делегации, возглавляемым Родом Хуком, человек, который вместе со своей компанией на территории Австралии реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов в области недвижимости и транспорта общей стоимостью свыше 10 миллиардов долларов США. То есть человек известный, заслуженный. В июне месяце специалисты его компании обратили внимание на данную технологию, почитали материалы и в сентябре приехали своими глазами посмотреть, что происходит у нас на территории Республики Беларусь, чем же занимается инженер Юницкий и что же это за транспорт такой. Делегация австралийская через несколько дней уехала с твердым намерением строить дороги. И у нас в разделе новостей на сайте, в личном кабинете вы можете найти где-то 2-3 новости за те полгода, которые прошли после их приезда, о том, как развиваются, скажем так, работы, что делает, скажем, Рудхук со своей компанией на территории австралийского континента по внедрению данной технологии. Важным событием в жизни в 2015 году нашей компании было, скажем так, участие компании Струнной технологии вместе с Пуховичским райисполкомом в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» было порядка 20 проектов отобрано, на которые поделилась сумма 5 миллионов евро на развитие тех технологий, о которых рассказывалось в этих проектах. Одним из проектов был наш, то есть это совместно Пуховичский райисполком и компания Струнной технологии, которая входит в наш холдинг. Также 17 октября 2015 года состоялась торжественная закладка нулевого километра, и мы вот буквально были, 10 дней, наверное, еще не прошло, да, ну 10 дней как раз прошло, мы были на международной конференции в Минске, также вот этот вот нулевой километр, который вы видите сейчас на слайде, внизу, возле него фотографировалось большое количество наших партнеров, закладка этого нулевого километра произошла 17 октября. 17 октября состоялась международная конференция с теми инвесторами, которые приехали на территорию Экотехнопарка высадить деревья, они принимали участие в акции «Посади дерево». Ну и важным моментом, важной вехой в развитии компании в конце ноября прошлого года стало внедрение нового инвестиционного продукта, который на сегодняшний день себя полностью оправдал, показал свою эффективность, показал, скажем так, свое удобство и перспективность продолжения работы с этим продуктом. Это приобретение пакетов акций нашей компании, нашего холдинга в рассрочку. 16-й год, да, мы с вами находимся в 2016 году, но, наверное, одним из самых важных событий начала 2016 года стало экспертное заключение, да, заключение экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2016 года. То есть экспертный совет при Минтрансе признал технологию, разработанную Ницким, инновационной. Дважды Анатолий Дарвич Ницкий по приглашению Минтранса приезжал и делал презентацию этого проекта, а история началась тогда, когда в январе месяца он написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который сегодня премьер Российской Федерации, и в письме поблагодарил премьера России, сказал, что спасибо вам большое за то, что обратили внимание в 2009 году на нашу технологию. Тот вопрос, который вы задали в конце своего, скажем так, обращения к губернатору Ульяновской области, мы его решили. Мы нашли инвестирование, мы сейчас строим экотехнопарк, на территории которого вас приглашаем в осенью 2016 года. Так вот, вы видите, скажем так, документ, он отсканирован, да, выложен здесь на слайде, то, что технология признана инновационной. 25 марта заседание экспертного совета Минтранса признало данную технологию перспективной. То есть все идет к тому, что данная технология будет использоваться на территории Российской Федерации. Очень важным мероприятием в 2016 году станет международный форум, называемый Иннотранс, который пройдет в сентябре с 20 по 23 число в Берлине. На этом форуме будет представлено порядка двух с лишним тысяч компаний, и одной из этих компаний будет компания «Струнная технология». То есть в разделе «Транспортные инновации», в категории «Транспортные инновации» будет представлена наша компания. Как сказал на международной конференции в Белоруссии Анатолий Эдуардович Юницкий, на данном форуме мы представим действующие модели юнибусов. Вот в этом направлении сейчас ведутся работы. Данный форум уже, скажем так, проводится не более 10 лет, да, он является одним из самых крупных мероприятий в том, что связано с транспортной отраслью. Планы на 15-й год, ой, извините, на 16-й год, да, это строительство городской трассы на весной и под весной, да, это будет сделано до сентября-октября 2016 года. Параллельно сейчас будет запускаться строительство грузовой трассы, которая планируется продемонстрировать быть в конце 16-го, в начале 17-го года. У нас действительно прошло очень важное крупное мероприятие на высочайшем уровне, это международная конференция под названием Эко-фестиваль Skyway в городе Минске 23-24 апреля, и важным мероприятием станет мероприятие, которое будет проходить в Берлине, и в октябре, вот сейчас по предварительным планам нашей компании, состоится еще одна крупная международная конференция в Белоруссии, и предполагается, что людей на этой конференции осенью будет где-то раза в 3-5 больше, чем это было сейчас. А было, как я говорю, более 700 инвесторов в первый день на территории Эко-технопарка. Итак, компания Skyway Capital. То есть про технологию мы кратко рассказали, теперь непосредственно к той компании, презентация которой сейчас проходит. Мы начали, как я вам сказал, свою деятельность в феврале 2015 года, и мы вышли с миссии, которую вы сейчас можете прочитать на экране. То есть обеспечение и финансирование новой мировой системы транспортных сообщений, объединение ожиданий людей всего мира в доступном, безопасном, высокоскоростном экологическом виде транспорта, и при этом мы еще создаем благоприятные условия для реализации потенциала каждого отдельно взятого инвестора, если он особенно стремится к такому состоянию, как финансовая независимость. Вот в этом направлении мы работаем, и делаем свое предложение каждому человеку, проживающему в разных уголках земного шара. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации той технологии, о которой мы с вами говорили в первой части нашего вебинара. На целом ряде конференций, которые проходили в 2014, да и в 2015 году, эта технология называлась «Русский прорыв». Вот, чтобы реализовать данную технологию, мы и работаем. Работа осуществляется, опять же, на платформе краудинвестинга, то есть народного инвестирования, и, как я уже говорил, финансировать, скажем так, своими деньгами, инвестируя денежные средства в наш проект для выведения на международный транспортный рынок новой инновационной технологии может абсолютно любой человек. Ну, важно, чтобы он был все-таки совершеннолетним, в первую очередь, да, ну и в трезвом рассудке делать свои действия. И прежде чем он их делал, нужно разобраться во всем. Задача, которую мы ставим перед собой – это привлечь максимально возможный объем инвестиций, да, привлечь максимальное количество инвесторов на базе микрофинансирования. Извините, я сейчас просто сброшу. Вот. На базе микрофинансирования. То есть любой человек по мере своей возможности может, скажем так, стать совладельцем данной технологии, и те денежные средства, которые он может вложить, каждый может сам определить для себя. Потому что здесь никто, скажем так, не заставляет инвестировать последние деньги, которые у вас есть, да, и минимальный пакет, который вы можете приобрести, стоит 15 долларов в США на сегодняшний день. Наша задача также – создать благоприятные условия для инвестирования для каждого отдельно взятого человека. То есть люди в комфортной среде дома могут разобраться с информацией, даже не одеваясь, не чище зубов, да, вот, и зарегистрироваться на нашем сайте, выбрать себе пакет, который им необходим, и оплатить при помощи тех платежных систем, которые есть в личном кабинете, став инвестором, став совладельцем технологий. Конечно же, при этом мы обеспечиваем максимальную прозрачность тем действиям, которые делаете вы, ну и тем действиям, которые делаем мы, плюс ко всему мы на себя берем обязательство информировать вас обо всем, что происходит в развитии технологий, в развитии проекта Skyway Capital. Опять же, реализацию технологий, помните, мы с вами говорили, четыре этапа можно разбить на четыре этапа. Сегодня самое важное – это своевременно финансировать каждый отдельно взятый этап развития технологий в период с 2017, 2014 по 2017 год. У компании Skyway существует четкий 15-этапный план. На каждом этапе есть определенный набор работ, которые необходимо выполнять, соответственно, необходимо привлечь определенную сумму инвестиций для того, чтобы эти работы выполнить в полном объеме. Сегодня мы заканчиваем шестой этап, скоро будем переходить на седьмой. Всего их 15. Самая важная задача, опять же, сегодня – строительство экотехнопарка. А в ближайшее время, тогда, скажем так, будет привлечен необходимый объем инвестиций для строительства экотехнопарка, демонстрации этого транспорта и сертификации. Дальше уже у нас пойдет реализация адресных проектов. И, конечно же, в итоге – это получение прибыли. То есть то, что, в принципе, сможет получить каждый инвестор, который сегодня еще может стать совладельцем технологии, то есть стать совладельцем крупнейшей в ближайшее время транспортной компании, потому что емкость транспортного рынка, вы знаете, это миллиарды и триллионы долларов, и где-то 30-50% всего мирового транспортного рынка в ближайшие десятилетия будет технология SkyWay. То есть, если подвести немножко короткий ток, компания официально зарегистрирована в Великобритании, возможность инвестирования есть у граждан любой страны, вы становитесь, самое главное, что вы становитесь акционером группы компании SkyWay и совладельцем компании, потому что по окончанию каждого месяца мы передаем список людей, ставшими инвесторами в компании SkyWay Capital, в реестр основного реестра держателя. У нас существует уже сегодня круглосуточная информационная поддержка, работают квалифицированные специалисты, которые могут ответить на ваши вопросы. Капитализация денежных средств на сегодняшний день, которые вы можете проинвестировать в наш проект, составляет от 5000% и более за ближайшие 3-5 лет. В дальнейшем у каждого из вас есть возможность получать пожизненные дивиденды, либо передать эту возможность по наследству. От каждого построена километра дороги, а сегодня у каждого нашего партнера есть возможность зарабатывать деньги благодаря партнерской программе, которая есть в компании SkyWay Capital. У нас есть, скажем так, целый ряд пакетов. Первый из этих пакетов, мы их можем отнести, как говорится, к стандартным, не акционным пакетам. Они находятся в личном кабинете любого партнера на светло-серо-зеленом фоне. Вот такие пакеты вы можете найти в личном кабинете. Каждый пакет имеет свою стоимость, каждый пакет имеет свой уровень доходности, так называемый дисконт. Вот он, третий столбик. То есть, если вы сегодня проинвестируете, например, 30 долларов США, второй пакет, то эти деньги вырастут к 2017 году в 61 раз. То есть, дисконт 61 говорит о том, что ваши денежные средства, которые вы сегодня готовы проинвестировать в наш проект, будут увеличены в 61 раз. На каждом пакете этот уровень доходности свой. То есть, максимально это 500 на данном этапе развития компании, минимально это 53. Поэтому, по мере вашей возможности, по мере, скажем так, того, чем вы владеете, что вы готовы проинвестировать, вы будете получать на выходе то, что видите в данной таблице. Мало того, вы можете инвестировать в нашу компанию периодически различные суммы денег, они все будут складываться, накапливаться, тем самым вы можете увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте. Кстати, об этом рекомендуют те люди, которые обучают огромное количество населения разных стран финансовой грамотности. То есть, отцепляйте небольшую сумму денег, заработанных ежемесячно, на инвестиции, которые в будущем вам будут приносить пассивный доход. Вот именно пассивный доход в будущем имеет возможность получить любой человек. У нас есть акционный пакет, который действует и сегодня. Их можно найти на синем фоне в личном кабинете. Это пакет стоимостью 250 долларов с дисконтом 130 с уровнем доходности. Это 32,5 тысячи акций. Это крупные пакеты с дисконтом 500, 550 и 600. Вы их видите в самом низу. То есть, вы имеете возможность не только приобрести пакеты, но также высадить именное эксклюзивное дерево на территории Эко-технопарка. Есть у нас пакет юбилейный, который вы можете приобрести и получить 300 тысяч акций за 1000 долларов США. Если вы в течение месяца еще оплатите один такой пакет, вы получите еще 480 тысяч акций. А если еще раз оплатите, получите еще 570 тысяч акций. Суммарно это 1 миллион 350 тысяч акций нашей компании. И у нас есть целая череда пакетов в рассрочку. То есть, вы можете оплачивать, скажем так, суммы такие, как 25 долларов ежемесячно, 50, 80, 100, 150, 200, 500. И на разный срок, разные условия на этих пакетах есть. Это удобно, кстати. То есть, вы можете вкладывать небольшие суммы денег, при этом получить очень приличные пакеты акций на выходе. То есть, например, минимальный пакет, который вы оплачите в рассрочку 25 долларов, на выходе вам даст за 10 месяцев 32 с половиной тысяч акций, которые превратятся в 2017 году по окончанию нашего периода демонстрации сертификации транспорта в 32 с половиной тысячи долларов. Вот такие пакеты. И буквально, вы видите, посередине выделены красным те пакеты, которые были введены в прошлую пятницу вечером. Это по просьбе наших зарубежных партнеров, в первую очередь европейских партнеров. Вы знаете, уровень жизни в Европе немножко повыше, чем в странах СНГ. И люди давно к нам обращались и говорили, введите крупные пакеты в рассрочку, то есть, чтобы там было приличное количество акций, чтобы мы не оплачивали сразу, да, вот вы видели там 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. А могли, скажем так, суммами немножко меньше, и в итоге выбрать большой объем акций. Так вот, минимальный пакет. Пакет у нас есть в рассрочку, назовем их солидное, да, вложение. 500 долларов в месяц на 10 месяцев, диском 450, на выходе 2 миллиона 250 тысяч акций. Максимальный пакет из этих четырех – 5 тысяч долларов ежемесячно, диском 570, на выходе 28 миллионов с половиной. То есть, вот это те деньги, которые может получить серьезный инвестор в нашем проекте. Есть пакеты за тысячу долларов ежемесячно и 2,5 тысячи долларов ежемесячно. Партнерская программа сегодня, да, то есть, если вы сами готовы стать инвестором и давать информацию о развитии нашего проекта, это отличное средство для получения дохода, не дожидаясь, скажем так, выхода группы компаний Skyway на международный рынок инвестиций с пакетами акций. То есть, вы сегодня можете создать крупный бизнес и зарабатывать серьезные деньги. У партнерской программы есть целый ряд преимуществ. Подробнее мы о ней будем говорить завтра в 13 часов. Ну, на данном слайде вы видите перечисленные, скажем так, основные, наверное, преимущества. То, что, проинвестировав всего 15 долларов, можно зарабатывать сотни и тысячи долларов США. У нас нет требований, чтобы вы подтверждали свою квалификацию, делали какие-то обязательные объемы ежемесячно, еженедельно, там, да, или хотя бы ежегодно. Высокий процент выплат, то есть, в первом поколении вы можете получать до 20% от собственных рекомендаций, если по вашей рекомендации приходят люди и покупают наши пакеты акций. С глубины до 24 уровня вы можете получать от 0,1 до 7% от товарооборота, который создает ваша команда. Нет ограничений по количеству людей, которых вы можете пригласить за собой. И на сегодня еще пока начисляются денежные средства на бонусный, на акционный счет. Как это, что это, мы завтра подробнее об этом поговорим. Есть сегодня еще задачи, которые мы ставим перед собой, перед партнерской программой. Это привлечение порядка 300 миллионов долларов США в развитие нашей технологии. Это открытие, скажем так, региональных представительств. Но, наверное, будет более правильно сказать. Это создание крупных региональных структур с региональным лидером. То есть, у людей, которые являются региональными лидерами, есть возможность зарабатывать дополнительный еще доход помимо партнерской программы. В дальнейшем это будет уже создание адресных проектов, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения прибыли, для максимального привлечения, точнее, денежных средств в развитие нашей технологии. У нас есть инструмент. План вознаграждения, который вы можете почитать, скачать себе на компьютере и делиться этой информацией с вашим окружением. Реферальные ссылки – это как раз-таки первый инструмент, который позволяет вам деньги зарабатывать. То есть, вы даете своему окружению, в повседневной жизни, в социальных сетях, в мире интернета. Люди по ним регистрируются и становятся вашими партнерами. Соответственно, если они осуществляют покупки каких-либо пакетов акций, в соответствии с партнерской программой вы получаете вознаграждение. Для людей, которые, как говорится, хорошо плавают в мире интернет-бизнеса, инфобизнеса, у нас есть баннеры. Если у вас есть сайт, блог, вы можете эти баннеры размещать на своих страницах. И этот баннер 24 часа в сутки будет работать на вас. Потому что люди могут кликнуть по этому баннеру, а он красивый, меняющийся. У нас более 60 видов разного размера. То есть, тот, который подходит вам, вы можете установить на свою интернет-страницу. Люди будут переходить по этому баннеру, читать, ознакомиться с информацией, регистрироваться после этого. А к баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка. Также инструментом в нашем личном кабинете, внутри личного кабинета, является раздел новостей. Напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. И в ту соцсеть, в которой вы зарегистрированы, вы можете отправить эту новость. Нажав на эту кнопку, ввести краткий комментарий, о чем идет речь. Данная информация размещается на вашей странице. С ней могут познакомиться те люди, которые являются вашими друзьями. И люди из групп, в которых вы находитесь. То есть, кто-то из них может перейти на эту страницу, ознакомиться, перейти на наши интернет-ресурсы, нажать кнопку регистрация. К этим новостям из личного кабинета также прикрепляется ваша реферальная ссылка. К инструментам у нас относятся вебинары и презентации, вот такой, как сейчас проходит. Вебинары по партнерской программе. Целая череда обучающих мероприятий, о которых вы можете узнать в разделе события, расписание вебинаров. Ну и периодически промо-акция нашей компании. Вот у нас сейчас есть акционный пакет. Это тоже можно назвать инструментом для привлечения инвестиций и для получения вами дохода. В разделе события, расписание вебинаров, вы можете зайти и ознакомиться на несколько, скажем так, даже недель вперед, какой вебинар, в какое время будет проходить и кто его будет вести. Кстати, после меня, вот через 11 минут начнется вебинар, который будет проводить Владимир Маслов. Успешный, очень интересный человек, грамотный лектор, который дает информацию, как работать правильно с адресными проектами. Далее, есть возможность обращения в службу технической поддержки, как со страниц сайта, так и из личного кабинета партнеров. Не стесняйтесь задавать свои вопросы специалистам технической поддержки. И для людей, которые являются, скажем так, активными, да, те, которые хотят развивать региональные структуры крупные, есть возможность получения дополнительного дохода, потому что эти люди создают крупные структуры, обучают эти структуры, проводят региональные мероприятия в тех регионах, где они проживают и работают. То есть, фактически для них это франшиза, готовый бизнес под ключ, возможность получать дополнительные лидерские бонусы, и не только деньгами, да, там есть оплата дороги, там возможность отдыха бесплатного за счет компании, если вы создаете приличный товарооборот. И, в принципе, любой лидер имеет возможность иметь постоянно растущий доход и возможность стать крупным акционером нашей компании. То есть, в целом, если как бы объединить все то, что я сказал, постарался, как я бы говорил, отнять у вас немного времени, да, вы можете стать частью крупного инвестиционно-инновационного проекта и при этом, скажем так, получить удовлетворение финансовое и моральное. То есть, у вас есть возможность приложить усилия физические, моральные, духовные и принять участие в реализации технологий, которые круто изменят жизнь человечества в лучшую сторону. Вот это у вас есть у каждого сейчас возможность. Данные на данном слайде говорят о месте расположения нашей компании. Мы недалеко от метро Павелецкая, либо Серпуховская, улица Щепок, дом 22, строение 1. Поэтому те из вас, которые будут проездом в Москве, либо живут в московском регионе, могут нам приехать, предварительно, скажем так, сообщив своему менеджеру, что вы готовы посетить наш офис. Я думаю, минут 15-20 вам будет уделено внимание. Почему так немного? Потому что мы все-таки работаем, мы привлекаем инвестиции, и наши менеджеры каждый день, скажем так, проводят большой объем работы в виде информирования людей о той возможности, которую мы предлагаем. В принципе, на этом у меня все. Я вам предлагаю сейчас пойти заварить себе кружку чая и принять участие в вебинаре, который будет следом за мной, который будет проводить Владимир Маслов. Я же на этом буду заканчивать. Хочу пожелать вам хорошего вечера. Тех людей, которые интересуются возможностью дохода и заработка, завтра жду на вебинаре в 13 часов по Москве, посвященной партнерской программе. Юристы есть, ну вы знаете, юристы есть в любой серьезной компании, поэтому у нас есть юридически, скажем так, подкованные люди, и есть те люди, которые занимаются юридическими вопросами. Вот таким вот образом. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.